Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Мы продолжаем наш эфир, эфир бизнес-канала. И сейчас время бизнес-класса 16.04 в Москве, и меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш эфир. Мы сегодня темой следующей. Мы поговорим с вами о сервисе в помощь путешественникам. Как снять дом, квартиру или комнату местных жителей, отправляясь в другую страну. Ну и как, наверное, можно было бы продолжить этот вопрос. И зачем это нужно? И зачем это нужно? И кому это нужно? И так далее. Вот об этом все мы с вами поговорим сегодня. С моим гостем Евгений Миропольский в студии, региональный директор AirBnB в Европе. Добрый день, Евгений. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, еще раз я напомню для вас. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться для того, чтобы задать свой вопрос или поделиться собственным мнением. Может быть, кто-то из вас уже и пользовался услугами подобного сервиса, да, непосредственно у нашего гостя или, может, у похожих, так сказать, компаний. Вот об этом поделитесь, пожалуйста. Расскажите, насколько это востребовано и удобно. Ну что ж, все приготовления вроде бы мы сделали традиционные. И вопрос первый, Евгений. Расскажите, пожалуйста, как, собственно, возникла эта мысль, да, как вы оказались в этом бизнесе. Да, ну я с компанией уже работаю два года, сама компания уже существует на рынке пять лет. И сама история была очень интересна, как основали компанию. В принципе, никакой идеи не было основать компанию. Наших основателей, это три американца в Сан-Франциско, Брайан, Джо и Нейт. Предприниматели, у них не было работы, они искали идею, что они могут сделать. И Брайан и Джо, они знали друг друга из университета, они оба дизайнеры. И как раз они жили в квартире, и третий человек из квартиры выехал. И у них свободная комната в квартире, и они не знают, как оплатить аренду, потому что одновременно их арендодатель поднял цену на квартиру. И они думали... То есть они делили на троих раньше это дело, да? А теперь еще и дороже, и на двоих. И они не знали, что делать. И тут в Сан-Франциско была конференция для дизайнеров. Со всего мира дизайнеры приезжали на конференцию. И газеты писали, что все гостиницы забронированы. И Брайан и Джо подумали, а почему бы нам не сделать сайт и предложить... Вот у нас есть свободная комната, вот у нас есть несколько надувных матрасов. Давайте мы их положим туда и еще приготовим завтрак для наших гостей. И в принципе это начиналось просто так. Они хотели себе заработать столько денег, чтобы платить за аренду. Ну, кстати, сработала вот эта идея конкретная? Да, именно конкретная идея очень хорошо сработала. Они начали сначала в блогах писать про это, потом даже региональные газеты начали про это писать, потому что услышали про это. Но они думали, кто к нам приедет. К ним приехали забронировать три человека. И они думали, кто к нам приедет. Наверняка это тоже мужчины, которые будут у нас ночевать на полу, которые наверняка нашего возраста. Кто же еще поедет к двум парням жить в квартире. И они были очень удивлены увидеть всех людей, которые к ним приехали. Приехала женщина, 35-летняя, из Бостона. Один мужчина из Индии приехал. И один 45-летний мужчина, у которого четверть детей. Получается, это разные совсем люди с разными интересами приехали и жили. Ну, разнополые. Самое, в данном случае, неудобство, наверное, что они разнополые, как минимум. Ну, наверное. И они заработали за выходные, наверное, за три дня тысячу долларов. И смогли оплатить аренду квартиры. Но что еще намного важнее для них было, они со всеми тремя очень сильно подружились. И даже человек из Индии, который у них жил, пригласил их позже на свадьбу. На свою собственную. И просто они, когда поняли, что они такую дружбу сформировали, они говорят, наверняка есть больше людей в мире, которые хотят поделиться, может, своим жильем с другими людьми. И так познакомиться с интересными людьми. Здорово. Потому что ребята хотят заработать, ну и у них это получилось, тысячу долларов. Я так понимаю, квартира дешевле стоила. Или как минимум та доля, которую нужно было донести. Ту долю, которую нужно было донести. Да, она гораздо меньше. А тут вот такой успех. Это раз. То есть заработать. А с другой стороны, ты говоришь, что еще задача такая, что с людьми пообщаться, познакомиться. Тогда еще, насколько я понимаю, не так популярны были социальные сети. Это начало 2000-х годов. Нет, это был 2007-2008 год. Я думаю, социальные сети уже были популярны. Но не в той степени, насколько они сейчас. Я понял. Хорошо. Хорошо. Ну и теперь, собственно, к тому сервису, который осуществляет ваша компания. Ну и компания начала развиваться. И вначале даже она не была настолько успешна. Потому что как работает рынок, у них была одна комната, и это все. И были очень много... То есть ее и они издавали. Они ее издавали. И потом они искали таких же людей, которые тоже будут сдавать комнаты под конференцией. И тоже именно с надувным матрасом. У них даже еще не было идеи, что из этого можно сделать большой бизнес. Их люди спрашивали, можно ли нам сдавать всю квартиру. Они говорят, нет-нет, это только надувной матрас вы сдаете у себя в квартире. Извини, пожалуйста. Посмотри. Я приехал на конференцию. Да. Вот я чем мотивирован для того, чтобы воспользоваться подобными услугами. Ну, понятно, если я остался без номера в гостинице, у меня нет выхода. Либо на улице, на вокзале ночую, либо вот ребята добрые предлагают мне надувной матрас. А с другой стороны, если я приехал, и у меня есть возможность заселиться в отель, ну, не будем говорить об уровне его, но в любом случае, отель это отель. Пришел, да, тебе там постелили, все чистенько, поменяли бережка, сходил утром позавтракал, а здесь прихожу, ребята какие-то студенты, у них там веселуха, музыка до утра. Вот я должен быть каким-то своеобразным человеком в этом смысле. Я не думаю, что вы должны быть своеобразным человеком сейчас. Я думаю, когда она началась, оно было все по-другому, потому что когда она начиналась, наверняка это были люди, которые либо не получили места в гостинице, либо которые смотрели найти что-то подешевле. На данный момент компания начала так быстро потом развиваться, что сейчас уже в 192 странах больше чем 350 тысяч квартир. И это потом пошло, что сдавали целую комнату, потом целую квартиру, потом целый дом, виллы, у нас есть замки, у нас больше чем 500 замков на сайте, которые можно снимать, больше чем 200 домов на дереве, которые... Ну и очень уникальные предложения у нас, больше чем 11 тысяч вилл по всему миру. И получается, на данный момент уже любой человек может приехать и найти себе что-то подобное. Получается, мы предлагаем людям по всему миру вместо гостиницы забронировать какое-то очень уникальное предложение, и оно намного будет такое более локальное, более аутентичное. Вы приезжаете, например, в квартиру в какую-то страну, в Германию, в Берлин, вы живете там как человек, который живет в Берлине. Вы живете в квартире, вы идете, наверное, по лестнице. Соседи, да? Соседи ведете по лестнице, сосед к вам обращается, говорит там, guten tag на немецком. Ну это совсем другое чувство, чем если вы сидите в комнате. Ты сразу погружаешься, да, вот в эту атмосферу, что ты приехал в Германию, и вот как немцы живут. И одновременно вы познакомитесь, может, с очень интересным хозяином, который вам может показать город, который вам может рассказать про очень интересный опыт. Кстати, вот этот интересный хозяин, я так понимаю, когда он внедряется, что ли, да, в эту атмосферу, ну то есть он изъявляет желание, я, ребята, могу сдать квартиру, комнату, я хочу даже это сделать. И он наверняка, я ведь тоже понимаю, что я не только могу заработать денег, да, ну и ко мне приедет человек, откуда-то я с ним могу познакомиться, правильно, я какие-то общие интересы могу с ним. То есть он готов к тому, да, что он будет вот неким таким связующим звеном между человеком и государством или городом. Ну да, потому что мне кажется, что сам тренд меняется, как люди начинают путешествовать, раньше люди все бронировали путевки, уже готовы, все для них организовано, и вы путешествуете группой, но получается, если вы индивидуальный человек, у вас все равно немножко другие, наверное, предпочтения, чем у группы. И люди все больше и больше именно со способом интернета начали себе отдельно бронировать все, что они хотят. И получается, что самое важное у нас, это то, что это определенное сообщество, в основном те люди, которые издают, они сами так же и путешествуют. И из-за этого получается такое очень дружное сообщество, потому что люди, они очень заинтересованы рекомендовать и рассказать о чем-то интересное. Что может быть в конечном итоге все придет к тому, что никто ничего сдавать не будет, потому что, да, это сообщество, все люди, так сказать, друг друга, ну, в какой-то степени знают, и один собирается куда-то в Индию и говорит, о, а там из нашего сообщества есть парень, он сдает, я к нему просто приеду и проживу там, а в свою очередь из Индии приедет в Германию, зная, да, то, что я сдаю. Вот и получится действительно некая такая. Ну, в основном, я думаю, все равно они деньги-то брать будут, потому что это редко получается, что именно вы будете жить у того человека, который к вам вернется. Ну, и с другой стороны, просто очень многие люди, которые сдают там либо комнату, либо квартиру, тоже сильно зависят от этого дохода. Очень много интересных разных историй, как я общался вот с одной хозяйкой из Испании, сейчас экономическая атмосфера в Испании не очень развита, там она потеряла свою работу, и для нее то, что она сдает через Airbnb свою комнату или свою квартиру, она может позволить себе дальше жить ту жизнь. Ну, понятно, то есть это ее единственная статья дохода получается. Отводить своих детей в школу, она разведена, она одна с двумя детьми, ну, такие истории, их очень много, потому что у нас сейчас уже миллионы путешественников и уже больше чем 350 тысяч разных квартир, и очень много таких именно индивидуальных историй, кто почему сдает свою квартиру и как он знакомится. Возьмитесь каждый раз в индивидуальную историю, или все-таки это бизнес, это рутина, это поток такой, какая разница, почему он сдает, и главное, что, ребята, вот в Испанию хотите, вот там есть такой-то домик, да, там есть такая-то квартирка, столько-то это стоит. Хотите, не хотите, выбирайте. Да, нет, мы, конечно, очень сильно вникаем, и это можно увидеть у нас и на сайте, мы даже рассказываем разные истории, и, в принципе, что у нас, например, тоже очень развито, что все сотрудники нашей компании сами путешествуют и сами сдают свои квартиры через Airbnb, мы даем всем сотрудникам определенную сумму в год, чтобы они могли путешествовать. Также, например, я, когда начал работать с компанией, я отказался от квартиры, я уже не живу в постоянной квартире, я живу только на квартирах Airbnb. Отказался? Это что значит? Ты отказался? Дал ее в пользу государства? Нет, ну я снимал себе квартиру, в которой я жил постоянно, я сказал, я здесь больше жить не буду, буду только жить в разных квартирах через Airbnb, потому что мне приходится, конечно, я отвечаю за очень много стран разных в Европе, и я путешествую очень много, и я, получается, приезжаю, я, наверное, в прошлом году жил в больше чем 100 разных квартирах. Да ладно, да ты что, 100 квартир сменил за год, это значит, ну, если простая математика, это в каждой по три дня. Наверное, за 14-16 месяцев где-то так. За 14, ну, то есть за полтора года, хорошо, но в любом случае, да, это сколько, это, грубо там, 500 дней, 100 квартир, это неделю, неделю купожил, переехал. Ну, наверное, в среднем неделю, да. Ну, это, Жень, это не утомительно, ты мне скажешь. Ну, для меня это был очень интересный опыт, потому что, в принципе, я начал, это потому что я начал развивать новые страны, потому что вначале это все развивалось в Америке, я начал развивать новые страны, я приехал, например, в Россию, в России всего 30 человек сдавали здесь квартиру, мне было очень интересно с ними познакомиться. Жень, проси, пожалуйста, сейчас время новостей на Финам.ФМ, и прервемся, потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, а в студии сегодня Евгений Миропольский, региональный директор Airbnb в Европе. И говорим мы на тему сервисов, помощь путешественникам, как снять дом, квартиру или комнату. В общем, очень много интересного, я чувствую, сегодня расскажет с Женем. Я тебя прервал, извини, пожалуйста, продолжай вот о своем опыте. Я еще раз напомню, да, для тех, кто к нам присоединился, может быть, только что. Меня, конечно, очень поразило вот в этом рассказе то, что за полтора года последних, да, Женя сменил аж 100 квартир. И это в разных еще и... В 20 разных странах. В 20 разных странах, боже мой. Как это происходит физически, это не совсем понятно. Да, ну вот я, когда начал это делать, я, например, приехал в Россию. Здесь в России где-то там 20-30 человек сдавали уже свою квартиру через Airbnb. И мне хотелось именно понять, потому что я знаю уже, как это в Америке работает, именно понять, кто вот эти первые люди и почему они, как они узнали про нас, почему они решили сдавать. И я хотел получить именно вот этот опыт как путешественник, посмотреть, как работает этот сервис уже в России. Но также хотел познакомиться и пообщаться с хозяевами. И так мне это было интересно в каждой разной стране. Я вот по работе много путешествовал. И, получается, я вот так жил в разных странах. И вот в России тоже оно вот с того момента начало очень-очень быстро развиваться. Это какой момент, кстати? Это было в начале 2012 года. В прошлом году? Да, это было в прошлом году. Это было в начале 2012 году. На тот момент у нас было там 20-30 квартир. Сейчас в Москве уже больше, чем 1200 квартир. В общем, в России уже сейчас больше, чем 2500 квартир. Очень интересные как раз сейчас города. Это Казань, потому что универсиада будет в Казани. Сочи, Олимпиада. Я лично лечу на следующей неделе в Сочи. Мы там встречаемся лично со всеми хозяевами. Мы для них устраиваем маленькие мероприятия, чтобы они могли именно между собой познакомиться. И с путешественниками познакомиться. Ну и так и с нами познакомиться тоже. Вот мы их приглашаем. Очень интересные. Я думаю, что как раз в Сочи очень-очень много людей приедет, которые на данный момент уже у нас, которые заходят на сайт и ищут себе жилье в Сочи уже на тот период, когда будет Олимпиада. Ну уже пора, да. Все осталось меньше года. Конечно, уже пора суетиться. Наверняка ведь там не будет, да. Вот мы сейчас, допустим, захотим через какое-то время поехать на Олимпиаду в Сочи, бронировать билет в отель, а там уже нет ничего давно. Правильно? Вот это единственная, наверное, возможность. Так вот кто эти люди? Расскажи мне. Меня интересует социальный статус, меня интересует возраст, пол. Ну, в общем, вот эти люди, которые в конечном итоге, так сказать, на это подписались. Да, очень интересно, что, в принципе, подходит это всем по возрасту. Получается, вначале мы думали, что наверняка, как и основатели тогда думали, что будут молодые люди, но мы смотрели статистику, что у нас столько же людей, которые моложе, чем 25, как и старше, чем 55. И по середине, как бы у нас все, ну, любой возраст есть наших пользователей с точки зрения социального статуса, ну, в среднем это те люди, которые могут себе позволить путешествовать, это те люди, которые любят часто путешествовать. И мне кажется, что всех объединяет, это с точки зрения хозяев, это что все люди очень гостеприимные, они любят, ну, особенно в России люди очень гостеприимные, они любят, когда приедут иностранцы сюда, показать им, что такое российское гостеприимство. Они любят действительно? Да, наши хозяева очень любят, ну, я-то сам оттестировал, здесь, наверное, уже в больше, чем 30 квартирах только в России жил. И также у путешественников, мне кажется, их совмещает то, что они любят что-то новое узнать, что-то интересное, что-то аутентичное, что-то локальное, они не хотят просто им сделать поездку такую же, как они всегда уже делали. Ну, если говорить об отелях, да, то есть там сетевые отели, в эту страну приехал, ну, не будем их называть, заселился в отель, там стандартный сервис, я все знаю, да, в другую страну приехал, опять в этом же отеле. По сути, да, и, естественно, как бы, вот эта свежесть, да, свежесть, она теряется. Да, люди ищут что-то уникальное, и я думаю, что раньше было просто сложно найти основными технологиями интернета, сейчас это все очень легко найти, вы заходите на сайт, забиваете город, даты, которые вы приезжаете, цену, которую вы себе можете позволить, что вам нужно, чтобы у вас там был холодильник, чтобы у вас там был интернет, вы все это можете задать, и вам показывают список всех интересных квартир. Также вы можете прочитать все отзывы людей, которые уже жили в этой квартире, которые расскажут, мне в этой квартире очень понравилось, потому что было то, то и то, хозяин такой очень приятный, он меня сводил там в Париже, ну, когда с замечательством, показал мне все интересные вещи в Париже. Ну, и получается, вы читаете эти отзывы, вы списываетесь с хозяином, спрашиваете, можно ли я к вам приеду, он говорит, конечно, и вы отброните через интернет, и это все безопасно, потому что на сайте вы заполняете, вы ставите свою анкету, фотографию, люди уже так познакомились через интернет, и потом, конечно, самое важное, это когда они знакомятся уже лично. Ну, это вот очень похоже на некий, опять, да, аналог социальной сети, да, то есть в данном случае она по интересам. Ну, в принципе, если компании смотрят на рост компании Facebook в Америке, это, ну, такая тоже очень интересная история, то мы очень быстро росли, и, в принципе, если так будет продолжаться, мы можем стать самой большой социальной сетью в оффлайне, не в онлайне, а именно то, что мы делаем, это мы сводим людей, мы их сначала знакомим в онлайне, но мы их сводим в оффлайне. Ну, такие есть вообще, да, планы у вас, вот если говорить о развитии? Ну, конечно, мне кажется, оно совместно идет и с общим бизнесом, да, это ничего такого отдельного, что мы планируем, но вот мы каждый день, тысячи людей путешествуют уже с Airbnb. Ну, ты мне расскажи, вот ресурс сам, как он выглядит, да, такие технические моменты для того, чтобы я, я захотел поехать, я не знаю, летом вот куда-то в Европу, тоже в Испанию, что мне надо сделать? Да, вы заходите на сайт, вы, ну, набираете, куда вы едете и даты, вы набираете все, что вы ищете и связываетесь с хозяином. Конечно, вам надо будет тоже зарегистрироваться, заполнить свою анкету, свою фотографию загрузить, описать там, может, два-три слова о себе, что вас интересует, чтобы мы могли именно найти похожих людей, которых похожие интересы. Ну, и это, в принципе, все, зарегистрироваться со своим имейлом и уже можете общаться с людьми, в принципе, все очень просто. Также мы создали мобильное приложение, которым уже пользуется больше миллион человек, которые его скачали и можно бронировать также и через мобильное приложение. То есть этого достаточно, да, для того, чтобы непосредственно уже, так сказать, получить место. Выбор, выбор, да, у меня там несколько вариантов. Выбор от чего зависит? Ну, от цены, наверняка, да? Выбор зависит от цены, именно от места. Вы можете именно, например, указать, что вы хотите на определенный город, улица, какой-то район. В принципе, если посмотреть на Нью-Йорк, то у нас в Манхэттене, ну, у нас в Нью-Йорке уже больше, чем 23 тысячи квартир, которые сдаются через Airbnb. В Манхэттене нет уже ни одного блока, где нету квартиры Airbnb. В принципе, уже на любой улице в Манхэттене вы можете найти квартиру Airbnb. Так что вы можете уже прямо сказать, вот я не хочу просто в каком-то районе жить, но я хочу именно жить на этой улице. Также вы можете определить, нужна ли вам, либо хотите снять комнату, либо целую квартиру, либо целый дом, либо замок, ну, или что-то такое индивидуальное. То есть выбор есть. Да, выбор очень большой, так как я говорил, вот если посмотреть, что 350 тысяч квартир по всему миру, то есть достаточно в каждом городе, чтобы найти себе именно то, что вы хотите в той же сфере по деньгам и на той же улице. Также вы можете там добавить, что вам важно, чтобы там был утюг, чтобы там был интернет, чтобы там была кухня. Если вы с семьей едете, например, это важно, чтобы кухня была. Нет, безусловно, да, питаться нужно, это естественно. Я подумал, знаешь о чем, вот если традиционными все-таки способами пользоваться, я обращаюсь в турагентство, как правило, да. И, собственно, озвучив то, что мне хочется, да, получаю на гора, что называется. Мне снимут отель, мне предоставят трансфер, мне там оплатят или предложат страховку, визу сделают. Вот эти все в данном случае, да, проблемы, они на меня ложатся, да, вашей компании никак в этом случае. Ну да, это, в принципе, то, что с общим трендом идет индивидуального туризма, то, что люди все хотят больше и больше, сами в свои руки взять свою судьбу, не забронировать что-то и потом разочароваться, что это будет совсем другое, что они ожидали. Они берут это в свои руки, но также хозяин квартиры всегда может им совсем помочь. У нас очень много хозяев, которые говорят, может, я тебя встречу в аэропорту и отвезу в квартиру. Может, тебе надо помочь еще с чем-то, нужен тебе тургид, нужно тебе организовать билеты в музей. Ну, в принципе, хозяин квартиры... Это за дополнительную плату или просто такие люди? Это как вы договоритесь с вашим хозяином, потому что мы-то открытая платформа, любой человек, как вы или как я, может зарегистрироваться и предлагать свои услуги. И получается, если хозяин такой очень доброжелательный, или вы его спросите, можете вы мне с чем-то помочь, он скажет, да, могу или не могу. И вот так вы договоритесь с любым хозяином. Здорово. Если говорить о географии, да, естественно, я понимаю, цифры ты уже называл сегодня, но если вот еще раз повторить, какова география сейчас, вот я так понимаю, что... Ну, начиналось это все только в Америке, но на данный момент наш бизнес уже глобальный, интернациональный. У нас сейчас квартиры есть в 192 странах, в больше 40 тысяч городов уже, где есть наши квартиры. И то, что основной у нас бизнес уже даже не в Америке, а именно во всех других странах вместе. Ну, то есть, если считать в среднем, да, где какое количество, что Америка не на первом месте? Да, ну, нет, наверное, Америка еще на первом месте, но если посчитать, раньше основная часть всего бизнеса только в Америке была, а сейчас основная часть уже не в Америке, если взять все другие страны. А есть какие-то предпочтения у тех, кто пользуется? Или это все очень индивидуально зависит? Ну, если так подумать, в прошлом году больше, чем 4 миллиона человек вы путешествовали через Airbnb, я думаю, это все очень индивидуально, потому что у каждого человека есть свои задачи. Я понял. Ну, и если говорить о бизнесе все же, да, вот хотелось бы понять, а на чем деньги-то вы зарабатываете, да, есть платформа, я зарегистрировался, встретился, сразу же списался, выбрал там, да, того, кто мне может предложить услугу, ну и, собственно, мы все вопросы с ним уладили. Вы все вопросы уладили, и тогда надо забронировать через наш сайт, получается, вы там забываете данные своей кредитной карточки, вы оплачиваете через наш сайт, и это очень хорошо именно оплатить через наш сайт, потому что мы держим эти деньги и не сразу выплачиваем хозяину, а мы выплачиваем их только, когда путешественник приехал, и через 24 часа. Получается, так все подтвердилось, он хорошо заехал, так, получается, ни у кого, ни у одного человека есть намерение поставить какую-нибудь квартиру, которая не существует, например, да, получается. Бывают такие случаи? Ну, именно из-за того, что у нас такая платежная система, не бывает случаев, потому что ни у кого нет мотивации, они понимают, если они поставят что-то, что неверное, они деньги свои так и так не получат, из-за этого ни у кого нет мотивации. Получается, мы переводим эти деньги через 24 часа хозяину, когда человек заехал, и мы зарабатываем на том, что мы берем комиссию. Мы берем комиссию от 6 до 12 процентов. С кого? С кого? Получается, с хозяев мы берем 3%, это всегда, потому что мы должны хозяевам перевести деньги, и мы тоже определенный процент платим банкам за перевод. В основном мы зарабатываем именно на том, что путешественники нам переводят деньги, и от 6 до 12% на бронирование, в зависимости от стоимости. Чем больше стоимость бронирования, тем меньше процент, который мы берем. От 6 до 12%? Я понял. Вот эти случаи бывали, тем не менее, когда человек приезжает, ну ладно, такой квартиры не существует, действительно. Это нелогично, да, такое представить. Ну, он видел одно или договаривался на одно, приезжает, его не очень устраивает все, что он, так сказать, обнаружил. Да, но я думаю, что таких случаев было в самом начале больше, когда еще сама платформа развивалась, и мы на этом учились, потому что так как мы сами и все очень сильно пользуемся платформой, мы постоянно учимся, ее улучшаем. И у нас все проверено, получается, ну, с одной стороны, я вам уже рассказал про систему оплаты, с другой стороны, мы предлагаем всем хозяевам в мире, что придет к ним фотограф домой, и бесплатно у них профессиональную съемку сделать. Получается, фотографов мы оплачиваем, и все квартиры, которые снял профессиональный фотограф, получают значок, что Airbnb проверил эту квартиру, и все, что на этих фотографиях вы видите, это все правда. Также вы, как я говорил, можете прочитать все отзывы, уже люди жили в этой квартире и написали хороший отзыв. Если квартира была не очень хорошей, или что-то оказалось не так, как люди ожидали, также люди напишут плохой отзыв, и наверняка никто уже или мало кто забронирует эту квартиру с плохим отзывом. Ну и так мы очень много усилий вкладываем, чтобы все сделать очень прозрачно и удобно людям забронировать, чтобы такого не случалось, но в крайнем случае, если это очень редко случается, если что-то случится, у нас есть служба поддержки, которая работает 24 часа, 7 дней в неделю, всегда можно в любой момент позвонить, и мы сразу поможем. Позвонить можно, я догадываюсь, да, все-таки это не такая проблема, а помочь-то как вы сможете? Ну помочь, если... У вас в каждом государстве, что называется, в географическом пункте, у вас есть какой-то свой представитель? Да, ну у нас не в каждой стране, там есть 192 стран, есть свои представители, в основных всех странах у нас есть, но как мы можем помочь, если вы звоните в службу поддержки, и там получилось, что, не знаю, если ваш хозяин ключ потерял от двери, и вы не можете войти, то вы звоните в службу поддержки, и служба поддержки в том же районе вам быстро может подыскать другую квартиру, договориться с хозяином, что другой хозяин вас примет, например, под тем же самым условием в похожую квартиру. Ну то есть всегда, да, как говорится, вариант всегда можно найти, да, как помочь? Ну да, потому что вариантов сейчас уже так много, так как 350 тысяч квартир, то я думаю, что всегда можно похожий, интересный, и может даже еще лучше вариант найти. Да, за те же деньги, что самое главное. Я понял, Жень, спасибо огромное, сейчас мы еще раз прервемся, у нас в эфире новости на Финам.фм, ну а потом продолжим нашу беседу. Итак, друзья, продолжим эфир, эфир бизнес-класса, тема сегодня сервис помощь путешественникам. В гостях Евгений Миропольский, региональный директор Airbnb в Европе. Напомню еще раз, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, я думаю, что тема сегодняшняя очень интересна. Собственно, еще раз напомню, мы говорим о том, как снять дом, квартиру или даже замок, как вот Евгений рассказывает, да, у жителей местных, если вы собираетесь туда каким-то, зачем-то поехать. Значит, продолжаем мы наш разговор, и я хотел бы, знаешь, о чем все-таки тебя спросить? В Россию вы пришли сравнительно недавно, да, вот есть какие-то ключевые особенности российского рынка? Обычно об этом мы говорим всегда, да, сравнивая с Европой, с Америкой. Ну, я не знаю, в данной ситуации, наверное, можно говорить о людях, да, как такая особенность ментальная. Можно говорить о жилом фонде, например, потому что наверняка, да, на Манхэттене есть одна квартира, одно жилье, одного класса, я имею в виду. Вот, а в России, в Москве, ну, может быть, в регионах, тем более в Казани, ты говорила о Сочи, там есть жилье другого класса. И иногда, может быть, не совпадают, да, спрос и предложения. Да, ну, мне кажется, интересно будет рассказать о своем личном опыте, когда я приехал сюда в первый раз развивать эту компанию, то, что в самом начале, когда я говорю, было еще, может, 20-30 квартир здесь, я рассказывал всем своим друзьям и всем людям, рассказал, что есть такая новая возможность, вы можете сдавать квартиру, пустить чужих иностранцев в свою квартиру. То мне, на меня, как на дурака смотрели, кто же будет впускать чужих людей в свою квартиру или, там, делить квартиру с ними и говорить, ну, может, это у вас, там, на Западе работает, принято там в Америке, а в России это никто делать не будет. Но это меня не остановило, я это слышал очень часто, потому что я знал... А это тебе россияне говорили, да? Это мне россияне говорили, потому что я знал, что основателям компании в Америке то же самое в самом начале все говорили и говорили, и здесь и в Америке никто не будет сдавать, и никто не хочет. И, в принципе, мы в том право и оказали, что за такой короткий срок уже больше, чем 2500 человек сдают и в России свои квартиры, уже много тысяч людей из России путешествуют в другие страны. И, в принципе, это все работает. Но все равно, мне кажется, в начале очень важно было, мне кажется, один из таких важных пунктов, который именно для России такой особенный, это получить доверие. Вот это, с одной стороны, это доверие к компании, которые новые, которые люди еще здесь на рынке не знают. С другой стороны, это получить доверие между путешественниками и хозяевом, потому что вот в начале, когда люди это первый раз делают, они опасаются. Первый раз они принимают гостей, может, закрыли все свои там важные вещи в какой-то шкаф на ключ и так далее. Но потом, когда они делают, уже получают первое бронирование, первый гость приехал, и они в таком большом восторге, что все так хорошо получилось, без проблем. Они деньги получили, с гостем пообщались. Кто хотел больше общаться, общался больше. Кто хотел меньше общаться, общался меньше. Но что мы делаем, мы встречаем наших хозяев и путешественников лично. Например, мы устраиваем, как я вам рассказывал до этого, разные мероприятия, где мы можем обменяться опытом. И когда я потом встречался со всеми этими людьми, которые мне сначала говорили, не, я сомневаюсь, и потом у них был первый гость, они были в таком восторге. Они рассказывали об этом всем своим друзьям. И так, в принципе, мы и выросли, что нам, как компании, в принципе, мы не делаем много рекламы всюду, потому что самая такая большая реклама – это людям очень нравится пользоваться сервисом, и они рассказывают своим друзьям. И особенно путешествие – это такое что-то очень эмоциональное. Вот вы поехали в Париж, вы приезжаете назад, и если вам очень понравилось, вы всем своим друзьям наверняка о своем путешествии расскажете. И основная часть или большая часть, наверное, вашего путешествия тоже, что вы жили в каком-то уникальной, в какой-то уникальной квартире. И я посоветую наверняка, да? И наверняка посоветуете, и так у нас люди, получается, органически добавляются, заходят на сайт и ищут что-то новое, интересное для себя, потому что они услышали от своих хороших друзей. Ну и также реклама, которая идет от друзей, имеет, опять-таки, если к вопросу доверия вернуться, намного больше доверия. Если вы увидите просто где-то рекламу, не знаю, на телевидении или еще что-то, вы скажете, ну это опять какая-то еще компания, я не знаю, могу я доверять или нет. Если ваши друзья или кто-то из вашей семьи уже пользовался сервисом и в большом восторге, то вы нам намного больше доверяете. И мне кажется, вот это был один из таких самых важных факторов для нас в начале, именно получить вот это доверие сообщества. Ну сейчас можно утвердать, да, что это доверие? Да, сейчас оно есть, мы общаемся со всеми хозяевами, с путешественниками и всем очень нравится. Здорово, здорово. Возвращаясь к теме социальных сетей, все-таки очень интересно и во многом, конечно, благодаря интернету все же, да, вы так бурно растете, развиваетесь, это здорово. Вот возвращаясь к теме социальных сетей, как ты видишь, в дальнейшем будет развиваться ваш ресурс, ну вот с точки зрения, опять-таки, социализации, что называется, да, привлечения новых пользователей. Может быть, опять-таки, я, так сказать, предположу, может быть, объединяться будем мы, или вы, точнее, да, вот, так сказать, под сенью вашего ресурса, может быть, объединяться будете не только по принципу путешествующий и встречающий, да, а может быть, какие-то другие интересы сюда добавятся. Как вы планируете? Да, ну, я думаю, что мы развиваемся очень быстро, я думаю, что обязательно какие-то новые интересы добавятся, потому что если смотреть, как быстро мы росли. И, в принципе, что мы делаем, мы как бы никогда не планируем для путешественников, что они должны делать, а мы сами прислушиваемся, что наши пользователи хотят, и потом адаптируем и развиваем наш продукт. Что мы сделали, например, в прошлом году? Мы сделали большую интеграцию нашего сайта с Facebook, например. То, что есть сейчас полная интеграция, это, опять-таки, увеличивает доверие, если вы видите, что у человека, который сдает мне квартиру, есть, например, там, 500 друзей на Facebook, значит, это настоящий человек, у него есть друзья, у него есть социальная жизнь. Также вы можете, например, увидеть, что вы хотите забронить квартиру и увидите, о, а это друг моего друга через Facebook, да, или вы увидите там на первой странице, вот в этих 20 разных квартирах уже разные мои друзья жили когда-то, и прочитаете потом отзыв, и им это понравилось. Также через Facebook вы можете именно себе лучше подобрать, там же есть разные интересы, которые вы указываете. Мы можем подобрать вам, именно вы любите рок-музыку, и хозяин любит рок-музыку. Получается, мы можем подобрать так, чтобы путешественник и хозяин имели похожие интересы. Мне кажется, это социальная часть, это тоже очень важно именно для людей. Я думаю, что здесь мы даже должны еще лучше работать, чем мы сейчас делаем, и еще лучше развиваться, чтобы вы не могли только найти ту квартиру, которую вы хотите, но именно и тот опыт, который вы хотите, именно найти тех интересных людей, потому что, например, вы едете в Италию, и вы всегда, у вас какое-то было определенное представление об Италии, и вы, если хотите пообщаться с итальянцем, у вас какое-то определенное есть представление, о чем вы с ним хотите, может, пообщаться, и мы хотим, для вас, именно этого человека найти. Я думаю, что здесь мы будем еще очень сильно развиваться и новые методы придумывать. Это здорово. Еще один вопрос сразу у меня возник. А есть ли вот в этой истории языковой барьер? Вот он существует или нет? Ну, понятно сейчас, да, что английский язык настолько сейчас распространен, везде все стараются его учить, и, наверное, общий язык-то находится. Ну, бывает же такое, что человек приехал, не знает языка ни английского, ни местного. Как он в этом случае? Да. Ну, как бы, как первый шаг, то, что все проходит на сайте, как бы мы это локализировали. У нас сейчас наш сайт работает в больше, чем 30 разных языках, даже в переписке, если вы пишете человеку на русском, наша система умеет хорошо переводить это на английский. Хорошо, как обычный транспорт в интернете? Или все-таки хорошо? Ну, в принципе, конечно, иногда, если наша система это переводит, может быть, там, одна или две ошибки, но все будет понятно. Ну, это система переводит? Нет, это система переводит, потому что, если посмотреть, у нас 4 миллиона бронирований было в прошлом году, это вручную не сделать. Ну, система переводит довольно хорошо, мы работаем с лучшим переводчиком, и получается, что на сайте, как бы, вам все удобно, вы сами видите, там, на русском языке все хорошо работает. Потом вы приезжаете на место, конечно, тут уже немножко посложнее, но, в принципе, даже если вы приедете без Airbnb, все равно вам на месте будет все сложно, если вы не знаете язык. Конечно. Но что именно интересно здесь, что вы встречаетесь с хозяином, который понимает, что у него есть понимание, что у вас есть определенная сложность, он вам может предложить с многим чем помочь. Вам надо определенное, ну, не знаю, поехать куда-то, там, на встречу какую-то, он вам может показать, дать карту города, показать, куда поехать и так далее. В конечном итоге можно на пальцах, да, как друг другу рассказать, главное, что есть желание. Да, я думаю, что когда у людей есть желание, когда люди путешествуют, когда они заинтересованы в другой культуре, всегда найдут какой-то общий язык. Конечно, 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 согласен с тобой. Давай вот о чем поговорим, учитывая, что компания молодая, ну, и, с другой стороны, идея-то относительно молодая, но, тем не менее, есть ли у вас последователи, есть ли у вас, так сказать, конкуренты на этом рынке, и, тем более, что, еще раз повторю, да, вы все-таки интернациональные компании, наверняка, где-то уже в каком-то месте земного шара, да, нечто подобное уже появилось. Да, да, ну, конечно, про нас много писали, и люди друг другу рассказывали, и видели успех компаний, и разные компании, и глобальные, и именно локальные, тоже пытались сделать что-то похожее. Но тут, в принципе, у нас очень сильно конкурентное преимущество, с одной стороны, потому что мы, ну, с самого первого дня мы как бы строили этот продукт для нас сам. Мы очень в это все верим, мы сами пользуемся, и для нас было всегда очень важно сам и построить лучше, ну, как на английском говорим, customer experience, опыт для наших пользователей. Да, 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 да. Airbnb на 30 дней, то вы уже через никакой другой ресурс это сдавать не будете, и из-за этого было много разных ресурсов, которые пытались скопировать просто наш сайт, или сделать что-то. Это самое простое, конечно. И что-то похожее, но, в принципе, у нас таких сильных конкурентов никаких нет, потому что у нас уже такое большое преимущество. Вот, кстати, по поводу того, да, могу я сдать квартиру, не могу, а есть, допустим, примеры, что одна и та же квартира сдается через разные ресурсы. Ну, как, кстати, с отелями, правильно, да, вот, есть один отель, он говорит, я и здесь, и здесь, и здесь представляю свои услуги. Ну, соответственно, кто успел, тот и успел. Да, ну, как бы, мы очень открытая платформа, мы никому ничего не диктуем, что они должны делать, что они не должны делать, но что мы делаем? Мы делаем настолько удобно все сервисы на нашем сайте, что наши пользователи, наверняка, даже не хотят на другом ресурсе рекламировать свою квартиру, потому что что мы делаем? Например, мы страхуем квартиры, у нас каждая квартира страхуется на миллион долларов, получается, даже если в каком-то крайнем случае что-то в квартире нечаянно разбили или что-то. Подожди, подожди, квартира страхуется на миллион долларов, а кто платит эту страховку? Страховка, ну, как бы, мы, как компания, организуем эту страховку, а потом, если что-то случается... Ну, и понятно, если страховой служит, а кто взнос это платит? Компания, компания Airbnb страхует все дома и квартиры на Airbnb. Это серьезный такой... Ну, мы пытаемся, как я говорю, для наших пользователей все сделать очень удобно, и, получается, мы не заставляем никого только на нашем ресурсе быть, и не запрещаем им быть на других ресурсах, но мы им пытаемся сделать все так очень удобно, и, в принципе, на нашем ресурсе у них самый большой спрос, им из-за этого и не нужно на другой ресурс идти, потому что они получают много бронирования. У нас все очень красиво и удобно сделано. У нас вот это есть связь с Facebook, вы видите, что каждая транзакция, она настоящая. У нас есть уже очень много вот этих отзывов, если ваша квартира получила очень много отзывов, она будет получать еще больше бронирования. Ну, и, как бы, вся вот эта система, все вместе, в принципе, не дает никакого повода людям, даже еще на другом сайте... Кстати, ты говоришь про красиво, ну, я так понимаю, имеется в виду дизайн, да, ресурсы. Это привлекались какие-то профессионалы к этому делу, или опять вы все, как вот ты сейчас зажигательно все это рассказываешь, вы все сами, своими ногами, да, эту квартиру посмотрели, эту посмотрели и так далее. Ну, да, с самого начала, когда сайт делали, что видно прямо в нашем сайте, это то, что двое из трех сооснователей, они дизайнеры сами. Они начали это все очень красиво делать, но также мы привлекаем самых лучших сотрудников мира из всех разных стран. У нас работают именно, чтобы сделать самые лучшие специалисты, чтобы он, конечно, не только очень красиво выглядел, но и был очень удобный и в использовании. А что за специалисты? Ну, вот дизайнеры, понятно, да, они, так сказать, внешнюю оболочку какую-то делают. А еще специалисты какие здесь? Да, дизайнеры, это программисты, это product manager, который в общем задумывается о продукте, что можно еще добавить, вот как эту страховку и как мы можем легче всего перевести там на 30 языков наш сайт. Но также у нас есть, так как я говорил, у нас служба поддержки 24 часа 7 дней в неделю во всех разных языках, это не очень легко организовать. Они все в одном месте где-то сидят? Нет, они сидят во всех разных местах, во всех разных странах, и мы даже построили такую систему, что люди могут из дома общаться и подключаться к службе поддержки. Получается, так мы можем охватить в любой зоне время, на любом языке ответить нашим клиентам, которые хотят нам позвонить. Дорого, 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 да. Такая действительно глобальная идея. Сейчас мы еще раз прервемся с тобой, новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира, к сожалению, да, вот время так быстро бежит, когда интересный разговор, когда интересный собеседник. Но, тем не менее, еще 12 минуточек есть, и мы продолжим наш эфир. В гостях у меня, я напомню, Евгений Миропольский, генеральный директор AirBnB в Европе, и мы говорим на тему сервиса в помощь путешественникам. Еще раз, на всякий случай, я повторю телефон 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Жень, такой вопрос, учитывая вот эту вот сложную достаточно конструкцию, да, интернациональные компании, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, огромное количество людей, огромное количество информации. Как устроен этот бизнес вообще? Я так представляю, любой бизнес, это сидит там важный какой-то дядька где-то в кабинете главный, да, и у него, значит, есть там помощники, он им что-то говорит. Это сюда сходи, это сюда, это сделай. У вас как-то иначе, я так понимаю, все это выглядит? Ну да, у нас, в принципе-то, все началось в Сан-Франциско, и, наверное, первый год ребята только втроем, сооснователи, работали из своей квартиры, вот, которую они издавали, они там, и, в принципе, когда начали нанимать первых сотрудников, даже первые 10 сотрудников, они, у них даже еще не было денег снять офис, они работали из квартиры. Что нужно понять, наверное, что очень молодые сооснователи были, когда они основали компанию, им было по 25-26 лет, и, в общем, в принципе, я бы сказал, что очень молодые, ну, в среднем, по сравнению с другими компаниями, у нас такой очень молодой коллектив, ну, конечно, они потом взяли офис в Сан-Франциско, и мы очень быстро начали расти в прошлом году так глобально по разным странам, и как раз в этот момент, ну, в 2011 году я присоединился, и открыл тогда наш первый интернациональный офис в Берлине, и оттуда мы начали уже быстро расширяться, открыли еще за 6 недель 6 разных офисов. Скажи, пожалуйста, вот я подумал вдруг о чем, может быть, в этом еще секрет успеха, ну, и вот, как минимум, секрет такой интенсивного развития, что вы все молодые, вы все такие вот, ты даже разговариваешь вот так, постоянный, постоянный, постоянный темп такой, да, может быть, поэтому все так и получается, были бы они лет по 40, по 45, пардон, вот как второму присутствуешь в этом студии, да, и особо мне вот не хотелось бы таким вещами заниматься. Да, ну, мне кажется, есть к возрасту, есть и преимущества, и нет иногда преимущества, я думаю, что у людей, с одной стороны, меньше опыта, с другой стороны, конечно, у них больше амбиций и энергии, они хотят чего-то добиться, ну, и, в принципе, в начале, если как компания развивалась, довольно-таки сложно было, у них никакого финансирования не было, у них не было денег, они работали просто из своей квартиры, может, другой человек, наверное, уже на стадии, когда он был постарше, не делал бы этого, может, у него уже есть семья, у него есть такой постоянный доход, и он бы не хотел этим бы заниматься, а ребята были молодые, и это им было интересно, и это им было по душе, и просто, что самое важное, когда создаешь компанию, чтобы ты на 150% верил в то, что ты делаешь, и чтобы ты хотел сам бы этим пользоваться, и только так ты сам загораешься, ну, и все вокруг тебя, и получается такая огромная мотивация, и вот мы начали расти так очень быстро по всему миру, мы открыли в прошлом году 12 разных офисов по всему миру, также у нас в Москве есть небольшой офис, у нас 13 разных офисов теперь по всему миру, ну, и, конечно, чтобы мы все очень много работаем, чтобы так быстро развиваться, ну, и одновременно надо использовать новые технологии, там, по скайпу общаться, через гугл, переписка, имейл, чат, все, что есть, Ну, то есть вы, по сути, все время в движении, в движении, в движении, да, все какие-то процессы бизнеса, вот они в интернете, соответственно. Да, ну, конечно, главный источник коммуникации, например, между офисами и штаб-квартирой, это через интернет, но также, например, как и я делал в прошлом году, я сам очень много просто путешествовал из страны в другую страну, ну, и для этого надо, опять-таки, это любить, если бы человек не любил вот так бы путешествовать и снимать разные квартиры, наверняка для него эта работа была бы неинтересной. Ну, она в тягость бы была, потому что это надо, ну, все время... Да, из-за этого один из таких главных факторов, вот, когда мы нанимаем сотрудников, это именно, в принципе, мы нанимаем сотрудников только, которые уже пользуются Airbnb до этого, которые либо путешествовали заранее, либо которые сдавали, потому что мы знаем, что они сам продукт очень любят, и они очень открыты к этому, и они будут делать все, чтобы сделать проект сам очень успешным. Ну, вот смотри, даже сейчас, опять возвращаясь к твоей будущей вот этой задаче, когда ты в Сочи летишь, собираешь там народ, да, и, соответственно, готовишь к тому, что будет через год привезено. Вот это тоже ведь непростая задача, да, ну, с технической точки зрения. Ты прилетел, всех оповестил, да, что вот такой-то день, в такое-то время мы собираемся там-то. Где вы собираетесь? Опять, не на улице вы это делаете, да? Наверняка арендуется какой-то конференц-зал или там что-то еще. Вот расскажи поподробнее, это тоже не просто. Ну, да, мы едем туда не только я, едет маленькая команда из нашего московского офиса. У нас, наверное, 4 человек будет или 5 человек, которые все организуют. Вот сейчас уже на данный момент мы общаемся по телефону со многими хозяевами, которых мы лично приглашаем. Мы им не только высылаем имейл, но мы их лично приглашаем на мероприятие. Кто-то из нашей команды уже забронировал, наверное, кафе, куда мы приглашаем всех, чтобы там были и напитки, и еда для наших гостей, потому что мы хотим с ними не только пообщаться, но и также их угостить. Ну, я думаю, просто всем это очень интересно, потому что это что-то новое, но, с другой стороны, просто это такая большая возможность для людей, которые живут в Сочи, принять в следующем году так много людей. Если подумать, в прошлом году, даже без Олимпиады, через Airbnb в Россию приезжали люди из больше, чем в 80 разных стран. То получается на Олимпиаду, наверное, еще больше разнообразия будет, и все эти люди приедут, и как их приветствовать, и показать им российские гостеприимцы, но и также на этом еще и заработать, и получить хорошие деньги на квартире, которая у них так и так уже есть, или комната, которую у них проставят, которую они не пользуются. Я думаю, просто это всем выгодно, и путешественнику, и хозяину, также и компании, ну и, в принципе, всем как сообщество. Да, да, да. И вот мы плавно перешли к той самой основной, я бы сказал, да, ну или заключительной мысли, которую я хотел бы с тобой обсудить, ты сказал о неком новом мировом тренде, да, вот объясни поподробнее. Ну, я говорю про то, что на английском называется collaborative consumption, это экономика совместного потребления, это несколько лет назад мы это увидели сначала и в Америке, и в Европе, и теперь и в Восточной Европе, и в России, и в принципе по всему миру это видно, что люди задумаются все больше и больше, как более эффективно использовать ресурсы. Мы знаем, что все больше и больше людей в мире, ресурс все меньше и меньше. Если вот у нас есть свободная комната, если у нас есть свободная квартира, как мы ее можем больше, лучше использовать? И люди начинаются делиться. В принципе, люди раньше, и для них это было нормально, люди все делились с другими людьми, со всеми. Раньше гостиниц-то таких и не было, да, если подумать 200 лет назад, люди-то и жили у других людей в квартире. Как правило, как правило, да. И это было нормально. Но вот потом, в принципе, наше сообщество, ну, по всему миру изменилось, особенно после Второй мировой войны на Западе, наверное, в 90-е годы, еще раз очень сильно изменилось и здесь, в России, что люди начали потреблять, они начали покупать все больше и больше, каждый хотел, чтобы вот у меня была машина, у меня была моя квартира и так далее. И все лучше, лучше, соответственно, да, мы говорим там. Ну, люди начинают понимать, вот, и как раз особенно после финансового кризиса в 2008 году, что есть более умный способ, как тоже иметь все эти вещи, но как этими ресурсами лучше управлять. И вот что начиналось, Airbnb был лидером, именно одним из лидеров, который в Америке начал это все, но сейчас уже есть сотни разных компаний, которые подбирают что-то такое, они говорят, мы Airbnb, но только для машин. Например, вы можете поделиться своей машиной на выходные, если она вас простаивает, вы можете туристу сдать вашу машину за 50 долларов в день. Либо вы можете поделиться еще чем-то, у вас есть велосипед, который вы не пользуетесь, у вас есть, например, какие-нибудь DVD, у вас фильмы есть, которые вы уже 10 раз смотрели, они вам принадлежат, вы их уже 11 раз не будете смотреть, но вы можете одолжить кому-то другому человеку. Ну и так как сейчас есть новые технологии, раньше просто люди не знали, у кого есть что, потому что сейчас так просто увидеть столько миллионов людей, и вот я точно через интернет могу увидеть, через разные платформы, у этого человека есть этот фильм, у этого человека. И даже уже люди не только по принципу, как Airbnb, где люди зарабатывают на эти деньги, люди часто начинают меняться, например, фильмами, книгами, еще чем-то. Кто-то говорит, например, детская одежда, дети у них выросли, эта детская одежда им не нужна, они ее, например, могут через платформу дать семье, которая нужна будет, они получат уже, может, одежду, которая тоже не сильно ношена, для детей, которые постарше. Ну и, в общем, каждый должен себе найти, что ему подходит, чем он готов делиться, чем он не готов делиться. Но, в принципе, мировой такой тренд, что люди все больше и больше готовы делиться своими ресурсами и получать что-то от других. Смотри, вот здесь есть как бы экономическая составляющая, да, насколько я услышал, и есть некая социальная составляющая. Вот мне хочется, да, твое мнение услышать, а что важнее? С одной стороны, я вот как я представляю, да, я, у меня есть автомобиль, допустим, я выходной не езжу, да, я его сдам кому-нибудь и денежки себе заработаю. Это вот, так сказать, возможность моя. А с другой стороны, да, я говорю, поскольку мы живем в неком социуме всем, да, что я имею то, чем не пользуюсь и с удовольствием, вот здесь важно, наверное, подчеркнуть, с удовольствием предложу кому-то, да, этим воспользоваться, потому что мне это в данный момент не нужно. Вот что здесь важнее, экономическое или социальное? Да, ну, на опыте Airbnb могу сказать, что, в общем, во-первых, это зависит от вас и от вашего характера и о чем вы больше думаете, а во-вторых, конечно, чтобы привлечь, я думаю, сначала привлекая часто вот то, ой, мне нужны деньги, я могу заработать деньги, но как они сделали свой первый опыт, они говорят, о, какой это был классный опыт, я познакомился с такими интересными людьми и остаются, и для них уже, получается, составляющая социальная намного важнее, чтобы остаться на платформе и дальше сдавать. А первый раз, ну, часто бывает такое, что люди говорят, у меня нужно заработать деньги, и я бы с удовольствием попробовал это. Потому что, в принципе, как можно человеку объяснить, как про, очень хорошо про социальные составляющие, если он сам еще не попробовал. И когда вот люди пробуют, это они... Это будет выглядеть так, да, что вот меня опять что-то уговаривают, меня что-то втюхивают, да, нет, не пойду. Да, ну, конечно, когда люди слышат эти истории, когда они читают, например, эти отзывы, которые настоящие люди написали, как классно им было в Париже, то тогда они понимают, какая может быть социальная составляющая. Но, опять-таки же, если ты сам это прочувствовал, это в сто раз сильнее, чем если тебе кто-то рассказал. Конечно. Ну, и с другой стороны, в принципе, можно ведь, наверное, да, что экономические и социальные составляющие, они идут вместе. То есть я, с одной стороны, и заработал, и получил замечательный вот такой вот опыт общения. Да, обязательно. Конечно, они и всегда идут, и та сторона, и другая сторона. Ну, просто сейчас я думаю, какая из них сильнее, какая важнее. Но это тоже, опять-таки, как я сказал, зависит от человека. От человека, да, что он на первое место просто ставит, и все. Если говорить о тренде, об этом, то есть о его дальнейшем развитии, на твой взгляд все же, да, что больше со временем перетянет, какая вот эта часть, да? То есть люди будут стремиться к общению прежде всего, а потом уже зарабатывать? Или все-таки вопрос денег будет достаточно важен? Да. Ну, я, в общем, думаю, что будет и то, и другое. Я пока на данный момент не могу сказать, что одна из них будет сильнее, потому что на данный момент они одинаково сильны, и они обе очень сильно развиваются. Но что самое главное, мне кажется, это, что в первый раз людям предоставили такой ресурс, что через интернет все, во-первых, очень просто и очень прозрачно, а во-вторых, все очень безопасно. Мы все знаем про тех людей, которые сдают, мы все знаем про тех людей, которые путешествуют, у них есть паспорт, у них есть кредитная карточка, это настоящие люди. И это для людей очень-очень важно, потому что для них это и очень просто, и очень легко, и безопасно. Ну, безопасность очень важно, ну, ты сегодня об этом рассказал, да, безопасность. В конечном итоге этого сервиса она зиждется на том, что доверяют компании, доверяют, да, Airbnb прежде всего, а уж Airbnb себя, да, в этот момент поставила, поставила, так что, да, на нее смотрят с доверием. Это здорово. Женя, спасибо огромное. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, я буду заканчивать наш эфир. Напомню, мы сегодня говорили о сервисе в помощь путешественникам, о том, как можно снять дом, квартиру, комнату, а то и виллу, да, у местных жителей, если вы отправляетесь в другую страну, и как можно на этом не только заработать, но и провести время, да, в полезном и приятном общении. В гостях у меня, напомню, Евгений Миропольский, генеральный директор, региональный, простите, директор Airbnb в Европе. Ну, а вам, уважаемые слушатели, я говорю в очередной раз спасибо за внимание. Жень, прежде всего, тебе спасибо, что пришел. Ну, и успехов, конечно, в этом бизнесе. Я думаю, что большое будущее, большое будущее, естественно. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Услышимся мы уже завтра. Успехов в бизнесе. До свидания.